Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 15 главу первой Маковейской книги. Мы читаем этот текст по замечательному, недавно вышедшему переводу Брагинской и Шмайной Великановой. Итак, в Иудее, в Израиле, власть принадлежит последнему из оставшихся в живых Маковейскому брату, сыну первосвященника Мататтия, Симону. Симон уже опирается в значительной степени на своего сына Иоанна. В будущем этот Иоанн будет известен как Иоанн Геркан. В Селивкидской империи продолжается конкуренция, продолжается соперничество за престол. И вот мы читаем в 15 главе. Царь Антиох, сын царя Деметрия, с морских островов послал письмо Симону, священнику и правителю народа иудеев, и всему народу. Оно было следующего содержания. Царь Антиох приветствует Симона, великого священника и правителя народа, и народ иудеев. Поскольку объявились выродки, захватившие царство наших отцов, а я хочу вернуть себе это царство, чтобы восстановить его таким, каким оно было прежде, я набрал немалое войско и снарядил военные корабли. Я хочу высадиться и пройти по стране, чтобы наказать тех, кто разорил нашу страну и опустошил множество городов в моем царстве. Поэтому сейчас я утверждаю за тобой все леготы, пожалованные тебя царями до меня, а также все прочие дары, пожалованные тебе ими. Я разрешаю тебе чеканить собственную монету для твоей страны, а Иерусалим и святилище свободны. И все заготовленное тобой вооружение и крепости, которые ты построил и которыми владеешь, пусть остается за тобой. Отныне и на все времена пусть будут прощены тебе все долги царской казни, какие есть и какие будут. Когда же мы овладеем нашим царством, тогда прославим тебя, твой народ и храм великой славой, чтобы слава вашей стала известна по всей земле. Ну вот такое письмо получает Симон, царь Антиох, то есть очередной прецедент на престол селевкицкий, антиохийский, пишет Симону, хочет заручиться его поддержкой. Антиох начинает сражение со своими соперниками и в этот момент ему совершенно не нужно, чтобы у него были бы какие-то недобрые отношения с Израилем, с Аудеей, потому что Израиль уже давно показал себя как сильная и могущественная держава, способная постоять сама за себя. Это не империя, это небольшое государство, но оно обладает какой-то необыкновенной и невероятной силой. Он обращается, царь Антиох, к Симону, называет его великим священником. Это значит, что он принимает его титул первосвященника. Симон даже не царь Израиля, а Симон — это первосвященник, которому принадлежит как религиозная, так и светская власть в Израиле. И вот он сообщает о своих планах, что он собирается набирать войско, идти по своим прежним владениям, по владениям Вселивкидской империи, на которые, как ему кажется, он имеет право, и вот заручается союзом с Симоном и Израилем. Интересно, что он среди разных привилегий, которые перечисляет, в том числе и упоминает право чеканить собственную монету. Это такое признание постфактум, потому что Симон к этому моменту уже давно чеканил собственную монету, уже давно Израиль был во всех отношениях независимым. И вот здесь Антиох как бы признает это. «Я вам даю право чеканить собственную монету», — говорит он Симону, который уже давно это право завоевал сам для себя. И вот в 174 году Антиох отправился в землю своих отцов, и собрались к нему все войска, так что с Трифоном остались немногие. Антиох стал преследовать Трифона, и тот бежал в Дор, на побережье. Он уже понял, что пришла беда, а войска его покинули. Антиох разбил стан возле Дора, с ним было 120 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы. Он окружил город, а с моря в битву вступали корабли. Натиск на город суши и с моря не давал никому ни выходить, ни входить. Вот такое описывается сражение. Колоссальное войско, и конницы, и пехоты, еще и корабли с моря. И вот Трифону, сопернику Антиоха, пришлось очень несладко. Видно, что вот это описание исторических событий делается именно иудеями. И для архива иудейского, для архива израильского, вот эти выражения не давало никому ни входить, ни выходить. Морское сражение. Вот это очень библейское такое выражение. «Между тем, царь Антиох вторично разбил стан возле Дора, непрестанно нападая на него и строя осадные машины, и заперт Трифона, так что ни войти, ни выйти». Ну, фактически повторяется то же самое. «Симон отправил к Антиоху две тысячи отборных воинов, чтобы они сражались в его войске, а также серебро, золото и немало снаряжения». Как видим, Симон принимает фактически вот это письмо от Антиоха, готов с Антиохом быть в мирных, добрых отношениях, даже направляет ему и воинов, и снаряжения, и деньги. Но тот не пожелал этого принять, а все прежние соглашения отменил и порвал с Симоном. Антиох послал к нему Афинобе, одного из своих друзей, чтобы тот переговорил с Симоном, и сказал ему, «Вы удерживаете за собой Иопу, Газары, Иерусалимскую крепость, города моего царства. Вы опустошили их пределы, причинили огромный ущерб этой земле, овладели многими областями в моем царстве. Так что теперь отдайте захваченные вами города и подайте с тех мест, которыми вы овладели за пределами Иудеи». Пока Антиох еще не был уверен в своих силах, пока он еще только собирал войско, собирался сражаться с Трифоном, он хотел мира с Симоном. Но теперь, когда он понял, что его соперник Трифон в его руках, что у него действительно огромный войск, огромная сила, вот как-то он очень скоро поменял свое решение. Недавно он говорил, что это вечный союз, что на все будущие времена мы с вами заключаем такое соглашение. Если вы когда-нибудь в будущем что-нибудь будете даже на казне, то вам все прощено. И вот теперь уже совершенно другие слова. Он говорит Симону, вы незаконно завладели такими, такими и такими территориями, отдайте мне. Отдайте захваченные вами города и подайте с тех мест, которыми вы овладели за пределами Иудеи. Если не хотите, тогда отдайте за них 500 талантов серебра и еще 500 талантов за то разорение, которое вы учинили, и заподайте с городов. А если откажетесь, мы придем и будем сражаться с вами. Вот с таким уже новым посханием, отнюдь не мирным, отнюдь не дружелюбным, отправляет Антиох своего помощника, своего друга, как это называется, этот титул такой воинский, отправляет к Симону. Когда Афинобе, друг царя, прибыл в Иерусалим и увидел великолепие Симона, поставец с золотой и серебряной посудой и многочисленную свиту, он подивился и сообщил ему слова царя. Симон сказал ему в ответ, мы чужой земли не захватывали, чужого не присваивали, мы владеем наследством наших отцов, которые наши враги, воспользовавшись случаем, неправедливо себе присвоили. А теперь пришло время нам держать в своих руках наследство наших отцов. Что же касается и опы, и газар, которых ты требуешь, то хотя их жители сами причинили много вреда народу и нашей стране, за них мы дадим сто талантов. Ну вот происходит такой торг, и мы видим, что Симон, как это сейчас называется, торгуется с позицией силы. Он говорит, что большая часть местностей, которые требует вернуть ему Антиох Епифан, это исторические земли Израиля. То, что эти земли вот сейчас независимые и входят в состав независимого Израиля, подчинены Израилю, это восстановление исторической справедливости. Это израильские земли, когда-то отвоеванные у Израиля. Но он признает, что вот действительно и Иупу, то есть современную Яфу, пригород Тель-Авива и вот город Газару, действительно завоевали. И готов отдать, но не 500 талантов серебра и еще 500 талантов за то разорение, которое они учинили. Тысяча талантов это фантастическая совершенно сумма. Вот римляне в свое время наложили на Антиоха Великого такую контрибуцию в 15 тысяч талантов и разорили эту страну. И для Израиля выплатить тысячу это совершенно тоже невероятная сумма. И вот Симон говорит, ну вот тысячу мы не можем, а 100 талантов можем выплатить. Ничего не ответил Офенобий, но полной ярости вратился он к царю, чтобы поведать ему об этих словах, о великолепии Симона и обо всем, что он видел, и разгневался царь великим гневом. А Трифон, сев на корабль, бежал в Артосию. Тогда царь, назначив военачальником на побережье Кендебия, отдал ему пешие конные войска и приказал ему расположить страны против Иудеи, отстроить кедрон, укрепить ворота и воевать с народом. Сам же царь отправился в погоню за Трифоном. Кендебий прибыл в Иомнию, начал злить народ, вторгаться в Иудею, захватывать пленников, убивать людей. Он отстроил кедрон и разместил там конницу и пехоту, чтобы оттуда они отправились разъезжать по дорогам Иудеи, как приказал ему царь. Вот на этом заканчивается 15 глава Первой Маковейской книги. Вновь, казалось бы, вот с таким трудом, с такой кровью, с таким отчаянным мужеством, с такой верой, с таким упованием завоевана независимость Израиля. И вот в новая угроза. Вот эти войны, которые уже не первые десяток лет ведутся, никак не могут прекратиться. Новая угроза. Антиоха угрожает Израилю. И Симон готовится защищать Израиль, так, как это делали его братья, сражаться на этот раз с Антиохом. Вот такой итог 15 главы Первой Маковейской книги, которую мы читали в замечательном переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». 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 «Экзегет».